Кабала Созданием келим, то есть созданием свойств с помощью Кабалы, он может этот высший мир ощутить. Иначе не сможет. Он должен только на себе это испытать. Если человек не ощущал бы этого мира, то его смог бы ему что-то рассказать, доказать. То же самое относительно духовного мира. Мы не можем о нем рассуждать до тех пор, пока мы его не ощущаем. Это совершенно особое восприятие. Совершенно иной разум, совершенно иные чувства, совершенно иная логика. Взаимосвязь между всеми частями творения. И поэтому говорить о том, что можно что-то показать, доказать, другие методики. Единственное, что я могу сказать, кардинальное отличие между Кабалой и остальными методиками в том, что все остальные методики построены на подавлении эгоизма. Находятся в плоскости этого мира, потому что они работают с эгоизмом, они его подавляют. Они работают с ним. А Кабалат занимается не с эгоизмом вообще. Не имеет к нему никакого отношения. Вот такой, как я, такой я остаюсь. Так же, как я говорю сейчас о себе, со своими свойствами. Я такой, я таким останусь, наверное. Я занимаюсь только тем, чтобы приобрести новые свойства над моими сегодняшними. Какие сегодняшние не имеют значения? Никаких ограничений по этому в Кабале нет, никаких условий, ни диеты, ни позы, ни физкультурные какие-то занятия, ни медитации, ничего нет. Все, что у тебя в этом мире, оставь в этом мире. Вот так вот брось и все. И начинай получать совершенно новые инструменты для постижения другого мира, для существования в нем. Новые, потому что они должны к тебе прийти свыше.